А перед началом итоги розыгрыша футболки Деволт, запущенного в обзоре на торцовку Стэнли. Поздравляю победителя и жду ваши контакты для связи. Все подробности в полном видео с розыгрышем в закрепленном комментарии. Здрасьте, товарищи! Это ЗАИнструмент. Меня зовут Антон. Добро пожаловать на мой канал. Да, мы сейчас с вами находимся в том прекрасном мире, где из каждых углов слышится, что Стэнли, Блэкин, Деккер уходят с рынка. И все, больше не будет у нас с вами возможности приобретать инструмент Деволт, Стэнли и так далее и тому подобное. Честно говоря, вот здесь уже вот эти все разговоры, потому что никто из нас с вами не знает, чем дело закончится. Хотя, конечно, все это выглядит не очень хорошо. И учитывая все происходящее, я с удовольствием вместе с вами сегодня разберу перфоратор от Стэнли. И не просто его поизучаю и потестирую, а еще сравню с аналогом от Деволта. Спасибо подписчику, который предоставил мне этот инструмент. И заодно еще потестируем бурые Деволтовские, как они себя ведут. Потому что, сами знаете, расходка Деволтовская, она всегда была одной из лучших и всегда котировалась. А что там будет дальше с техникой Стэнли Блэкин, Деккер? Давайте эти разговоры отложим на потом. Все, как всегда, изучаем, тестируем, сравниваем, в конце делаем выводы. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал за инструмент на всех площадках. И просто интересно и с удовольствием совместно проводим время. Пошли начинать. Погнали. Как я вижу развитие событий сейчас, поскольку новинок не ожидается в ближайшее время, а хочется делать обзоры на инструменты, условно, там, Деволт, Бош, даже Стэнли, значит, будем подсвечивать те модели, которые, возможно, уже вы знаете, которые давно производятся. Какие-то забылись и хочется о них напомнить. Может быть, какие-то модели прошли мимо вас и вы о них узнаете. Поэтому всегда можете писать в комментариях, на какой инструмент сделать обзор из уже вышедших. Будем, так сказать, делать перетесты. Плюс ко всему, у вас на руках этот инструмент имеется, и вы можете поделиться опытом работы с ним. Но это мы в процессе, потом еще будем с вами обговаривать, какие форматы делать, наши выходить из ситуации. Так, и вот сегодня как раз на обзоре будет такой вот инструмент, который хочется подсветить, рассказать в нем только по той простой причине, что это инструмент самого популярного сегмента. Трехкилограммовый, 800-ваттник, 3 с копейками джоуля энергии удара. Чего еще надо? И стоит, кстати, вполне приемлемых денег и вменяемых. Про ценники это мы дальше посмотрим. Давайте сейчас перейдем к характеристикам, что он на себя представляет в цифрах. Максимальная энергия удара 3,4 джоуля. Мощность 800 ватт. Максимальное количество ударов 4300. Максимальная частота вращения 1150 оборотов в минуту. Максимальный диаметр сверления в бетоне 26 миллиметров. Это из важных характеристик. А из фишек электронная регулировка частоты вращения и предохранительная муфта, чтобы вам не вырвало руки. Так, комплектация. Естественно, сам инструмент, инструкция, ограничитель глубины. Он не металлический, он пластиковый, он достаточно такой вот, видите, гибкий. Но, с другой стороны, особой жесткости от него не нужно, когда вы устанавливаете его в рукоятку. Главное, чтобы он уперся, как бы, ну, нормально держится. А с другой стороны, зачем он нужен, я вот знаю прекрасно, что очень мало людей им пользуются. А если пользуетесь, ну, вы вот один раз его выставили и больше не меняете глубину. Ладно, и сам инструмент. Вот такой вот. Кстати, вы вот видели, да, на вскрытии инструмента, вот здесь вот этой кнопки, которая фиксирует перфоратор, ее почему-то, к сожалению, не было. Но, с другой стороны, на работу это никак не влияет. То есть, вот мы достаточно спокойно все это выставляем, зажимаем и все. И никуда он уже не денется. То есть, здесь обычный винт стоит, винтом просто зажимаем и все. Поэтому кнопка, то, что ее нет, ну, как бы, ничего страшного. Я не знаю, почему ее нет, ну, забыли положить, да и ладно. Фиксируется, регулируется, вся эта история очень удобно. Помните, да, у меня одно время был у перфоратора, у ПИД, по-моему, у меня была претензия к тому, что не держится вот эта вот ограничитель глубины. Здесь, в этом плане, вообще все замечательно. Даже при отсутствии кнопки все ништяк фиксируется. Перфоратор трехрежимный, режим сверления, сверление с ударом. В этом же положении вы можете крутить, вертеть зубило, лопатку, если вам нужно. И обычный, стандартный режим чистого удара. То есть, я говорю, самый классический перфоратор. Трехрежимник, 800-ваттник, трехкилограммовый и энергию удара больше трех джоулей, что еще надо, да, для полной счастья. Рукоятка не обрезинена. Здесь все вот пластик. Единственное, что не пластик, а резина. Не пластика, а резина, это вот эта вот, вот эта вот черная накладочка. Единственное, что, наверное, еблорасается в глаза, это вот это переключение, то есть на реверс. Не щетками, как мы уже привыкли в основном во всех перфораторах, а флажочком, как в старые добрые времена. Кто-то говорит, что это удобнее, кому-то больше нравится, кому-то нет. Хотя, например, в Деволте, с которым мы сегодня будем сравнивать, там вот уже переключение шоточное. И в комплекте здесь еще идет вот такая вот резиновая штукенция. Как она, кстати, по-русски называется? Это называется... Полисборник это называется... А, ну действительно. Полисборничек резиновый. Для чего он нужен? Для того, чтобы, если вы, например, работаете в потолке, получается, вы работаете в потолке и все сыпется вот сюда, вот в этот полисборничек. Это мы сейчас с вами посмотрим, насколько это эффективно. Думаю, вот в этом, в горизонтальном сверлении смысла нет никакого, потому что это будет все равно сыпаться вниз. А вот именно работать в потолке, возможно, и поможет. Вот, потестим. А сейчас мы с вами протестируем вот эту полевую насадку. Бур у меня 8 на 160. Сверлить сюда сейчас потолочек будем. Главное, чтобы не насквозь, а то осенью зальет меня здесь. Так, вот так вот это все дело происходит. Насаживаем ручку, закручиваем, переключаем в режим сверления. Оп, с ударом понеслась. Как бы штука не лишняя. Можно, конечно, из подручных средств заклахозить что-нибудь подобное. Но здесь вот, видите, в комплект закинули такую штуку. Работает, сами видите. Не бесполезная вещь. Молодцы. Естественно, крепление СДС+, а какое еще оно может быть. Провод резиновый, длиной, наверное, метра, этак, два. Неплохой такой, не дубовый, нормальный провод. По кейсу, вы видите, здесь есть место для того, чтобы туда запихнуть буры. Как видите, самые ходовые 160-е буры. Здесь замечательно встают. Четыре штуки можно сюда установить. В принципе, с перфоратором, наверное, все. Будем сейчас тестировать, смотреть. Но раз уж мы говорим об инструменте, логично поговорить и об оснастке. Сегодня у меня буры от Деволт. Вы сами прекрасно знаете, что это одни из самых лучших. Ну, это же вроде как бы факт. С этим не поспоришь. Сейчас я понимаю, что Боши Маны и Метабо Маны скажут, что это ни хера не так. Но вот у меня лично, да, вы сами знаете, что я, например, там битами Деволтскими пользуюсь. Так, набор буров Д-9396. Самый простой набор буров. Здесь их 5 штук, 3 размера. Одна пятерка, две шестерки и две восьмерки. Это уже намного интереснее наборчик. Он называется ДТ-707-53. Во-первых, это буры серии Экстрим. А во-вторых, это уже кейс T-Stack. То есть, да, это вот все продолжение вот этой истории. Вот у меня есть, кстати, набор. Здесь набор сверел и биты, и головки здесь кое-какие есть. И все это дело вот так вот можно вместе соединять. Что, кстати говоря, я и делаю. Вот такая вот прелестная прелестность. Какая красота. Сейчас заплачу. Если они действительно уйдут, блин, это будет печально. T-Stack и вообще ван лав. Так, сюда входит в комплект 10 буров. 5 на 110 и 6 на 110. И дальше уже размеры длиной 160. То есть, 6-160, 7-ка, 8-ка, 9-ка, 10-ка и 12-ый бур. Конечно, по-хорошему надо брать один бур. Делать там, не знаю, дырок 50 одним буром, дырок 50 другим. И вот там, где среднее ремпетическое, высчитать и получится какое-то значение. У меня нет возможности это делать, потому что ни один бордюр остался. Поэтому по 3, наверное, будем делать отверстия, чтобы хоть какую-то статистику получить. Для сравнения я решил попросить у себя в телеграм-канале, у кого есть, предоставить мне на съемку перфоратор DeWolte. Огромное спасибо за помощь. Периодически вот приходится прибегать к поддержке подписчиков. Без них. Без них никуда, потому что где я еще инструмент возьму для сравнения. Нужно просверлить всего две дырки, я же не буду ради этого покупать инструмент. Нет же. Ну вот, тем более. А в сравнении с перфоратором Стэнли будем использовать классический DeWolte D25143. Сравним характеристики. Энергия удара у него чуть меньше 3,2 джоуля. Мощность, потребляемая на 100 ватт больше, 900 против 800. Частота ударов намного больше. 5350. И оборотов тоже больше. 1450. Ну и максимальный диаметр сверления 28 мм против 26. То есть в тестах, по идее, он должен быть производительней. Вот сейчас мы все это дело с вами и проверим. И, кстати, стоимость перфоратора DeWolte D25143 в два раза больше, чем у Стэнли. 17 тысяч рублей. Это на момент записи видео. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Исходя из-за результатов, ну, во-первых, бордюр говно. Приходилось делать перетесты, потому что где-то буры еле грызли, а где-то проваливались, как в кирпич. В монтаж я же взял средние значения. Глобально разницы в производительности Стэнли и Деволты я, честно, не увидел. Но все же, я думаю, в следующих тестах нужно исключить человеческий фактор и взять более однородный материал. Тогда и, возможно, получится увидеть ту самую разницу между бурами, если она, конечно, есть. Вот, например, на шестерке она была заметна, а на восьмерке какой-то странный результат. От вас же жду комменты на тему, реально ли буры-эксперт бодрей бурит, ну, если вы ими пользовались. И хочется сделать тест буров в будущем, и подкиньте, что ли, идеи, как лучше его сделать. Как говорится, одна голова хорошо, а вас вон их сколько. Светлых голов, в вас я верю. А завершим по классике 68-й коронкой. И здесь вот, ожидаемо, Деволт был чуть быстрее. А перед подведением итогов немного поклянчу ваш комментарий для поднятия активности на канале. А за это одному из вас подарю Пола Стэнли. Короче, розыгрыш. Условия, как всегда, простые. Подписка на канал за инструмент, подписки должны быть открыты. И напишите вашу любимую модель, либо Стэнли, либо Деволта. Все просто. Через пару недель случайным образом выберу победителя среди таких комментариев. Итоги ловите в выпусках. Вот такие получились результаты тестирования вот этого перфоратора SHR263K от Стэнли. Вы можете его приобрести в любом интернет-магазине. В наличии они есть везде. Ценник, сами видели, достаточно демократичный. Но это если вам понравилось. Естественно, расходка Деволтовская еще тоже есть на остатках в некоторых магазинах. Ищите, смотрите. Возможно, еще будет возможность ее урвать. Желательно, я думаю, что надо запасаться впрок, пока она есть. Пишите в комментариях, как вам этот перфоратор. Знаю, что к Стэнли неоднозначные отношения, потому что все его воспринимают как младший брат Деволта. Хотя вот по ценнику как будто и не настолько он и младше. В общем, как всегда, в комментариях от вас жду ваши мнения, пожелания и так далее. Все, что хотите, пишите. Я с вами всегда готов пообщаться, вы знаете прекрасно. По расходке Деволтской тоже можете написать. Кстати, от вас жду, какие тесты хотите увидеть из инструментов, которые уже давно мы с вами знаем. Может быть, расходку какую-то потестировать. Понятно, что 2450, 2470 тестировать смысла нет. Все, я думаю, здесь пора заканчивать. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал «За инструмент» в Ютьюбе. Подписывайтесь. Телеграм-канал «За инструмент» есть. Там общение постоянное происходит. Плюс ко всему, там еще чат специальный для тех, кто любит много общаться. Группа ВКонтакте, Яндекс.Зен. Наши с вами основные платформы – это Ютьюб. Телеграм-канал для общения. Яндекс.Зен. Видео и статьи скоро появятся. Честно. И группа ВКонтакте. Вроде все. Все, еще раз огромное спасибо за просмотр. Берегите его и всего вам доброго. Все, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»!